Отец ваш небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Аминь. И у врага есть очень сильное оружие, через которое он поражает многих людей и даже тех, которые называют себя верующими. И это оружие называется обида или непрощение. И я хочу поделиться таким словом, называется освобождение от обид. Вот скажите, в церкви с чем больше проблем, с пьянством или с обидами? С курением или с обидами? С обидами. И чтобы нам молиться с дерзновением и произносить эти слова, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, нам необходимо простить. И представляете, вот, например, в церкви народ молится молитый Отче наш. И есть человек, который вместе со всеми, по традиции, по обычаю, не вдумываясь в эти слова, произносит эти слова. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А в его сердце непрощение. Что он этими словами призывает в свою жизнь? Непрощение. Он призывает действия Божьего суда. Господи, ты прости меня, вот точно так же, как и я простил. А в моем сердце непрощение. И этими словами я призываю действия Божьего суда. Но когда я простил от сердца, я призываю Божье благоставение. И мы должны прощать всегда. В последнее время появляются такие выражения, что как мы можем прощать, если они не просят у нас прощения? Как мы можем прощать, если Бог не прощает, когда у Него не просят прощения? Братья и сестры, есть большая разница между нашим прощением и Божьим прощением. Вот поэтому мы и должны прощать, что судьями являемся не мы, а Господь. Мы не можем дать человеку то прощение, которое дает Господь. То есть освободить его от наказания вечности за грехи. Для этого он должен покаяться и принять Иисуса Христа. Но наше прощение, оно больше направлено на освобождение нашего сердца от зла. И основание для прощения, кто-то может сказать, ну как мне простить? Со мной так жестоко поступили. И в Евангелии от Матфея, в 18 главе, рассказывается история, когда один раб должен был своему царю 10 тысяч талантов. Талант – это 35 килограмм золота или серебра. 10 тысяч талантов – это 350 тонн золота или серебра. И он не может заплатить, просит о милости, заплачу позже. Ну где ты заплатишь такую сумму? И царь проявляет милость и прощает весь долг. Дальше этот раб выходит и находит своего должника, который должен 100 динарию. Неплохая сумма, но мизер по сравнению с той первой. Он начинает требовать – отдай мне долг, тот не может. Тогда он сажает его в долговую темницу. И написано в Евангелии от Матфея, в 18 главе, с 31 стиха. «Товарищи его, видевши пришедшее, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебя, потому что ты упростил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разнеувшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. И почему этот человек должен был простить? Потому что он был прощен. Каждому из нас Бог простил этот огромный долг – 10 тысяч талантов. Что это за долг? Это вечность в аду. Вот если бы каждого из нас отправить в ад, в этом бы не было никакой несправедливости. Мы это заслужили. Но Бог поступает с нами не по своей справедливости. Его справедливость удовлетворена на Голгофе. А к нам проявлена милость. И мы принимаем эту милость, когда мы каемся и принимаем Иисуса Христа. И так как нам проявлена милость, то и мы должны поступать своим ближним не по нашей человеческой справедливости, основанной на гордости. Притом есть разная справедливость. Есть Божья справедливость, а есть наша справедливость. А по милости Божьей. И я слышал такое свидетельство, когда в одной церкви человек, который долгие годы был верующим, но вот он пахал землю и не поделил с своим соседом клочок земли. И у него возникла обида. Братья увещевали. Ну ты же понимаешь на основании слова, что ты должен простить. Но он отказался простить. И в конечном итоге он попадает в больницу, и там наступает время перехода в вечность. И когда наступает время перехода в вечность, он кричит такие слова. Откройте врата, откройте врата, я не могу войти. Откройте врата, я не могу войти. Ну, врачи были неверующие, говорят, ну откройте ему дверь, чтобы он не кричал. А родственники были верующие. Они понимали, о каких вратах идет речь. О вратах на небеса. И таким образом, Евреям 12.15, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возник, но не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. У этого человека возник горький корень обиды и непрощения, и он лишился Божьей благодати, который был спасен. И, к большому сожалению, это не единичный случай, когда люди, которые долгое время назывались верующими, они подходят к переходу в вечность, а их сердца наполнены обидой. И обида, она закрывает для человека святую вечность. И почему человек допускает в свое сердце обиду? Обида – это защитная реакция человеческой гордости. И чем больше у нас гордости, тем больше будет человек обидчивым. И как работает обида? И что от чего защищает обида? Обида защищает нашу гордость от унижения. И что такое гордость? Гордость – это самооценка человека или чувство достоинства, построенное на самовозвышении. И, например, человек оценивает себя, например, на таком уровне, и ему сделали зло. Ударили, оскорбили, обманули. Или, может быть, даже не сделали зло, но он расценил, что сделали зло. Есть люди, обиженные, кому сделали зло. А есть люди, обиженные, кому даже зла не сделали. Но они расценили, что им сделали зло. И чувство достоинства человека или его самооценка в его глазах идет вниз. Он испытывает такое болезненное и неприятное чувство, как унижение. Теперь, как избавиться от унижения? Вот гордость и дает направление – отомсти. Какова цель мести? Унизить моего обидчика. И когда он унижен, когда человек отомстил, он чувствует, что гордость получила удовлетворение. И чем больше у человека гордости, тем больше он будет обидчивым и мстительным. А обида – это как раз-таки нереализованная месть. Это когда человек желает отомстить, но он не может. И он накапливает это внутри своего сердца. Он мстит в своих мыслях, в своих мечтах человеку. И пример Аман из книги Испирь. Когда Мардахей не поклонился, то ему мало показалось уничтожить одного Мардахея. Он замыслил уничтожить весь иудейский народ. Вот настолько мания величия овладела сердцем человека. Ради своей гордости человек готов пролить реки крови. И чем больше человек ходит в смрении, тем легче ему прощать. И таким образом, для того, чтобы молиться с дерзновением этой молитвы, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, мы должны простить от сердца. Но есть люди, которые молились такой молитвой. Господи, я прощаю этого человека. Я благоставляю его именем Иисуса Христа. Но после этой молитвы человек замечает, что на уровне мысли борьба остается, и очень сильная борьба. Враг подходит, даже после этой молитвы, и он атакует разум человека. Приходят мысли обидчивости, мести. Возникает вопрос, почему? Кто-то может сказать, ну, может быть, человек не искренне покаялся. Нет, искренне. Человек искренне каялся и молился, Господи, я прощаю и благословляю этого человека. Но, тем не менее, на уровне мысли порой происходит сильнейшая борьба. И есть три уровня состояния человека. Первое состояние, когда человек отказывается простить. Все, я не прощаю, за такое не прощают. Это не спасенный человек. Если мы не прощаем, и Бог не прощает. Третье состояние, это когда человек простил, очистился полностью и получил полную свободу и Божий мир внутри своего сердца. Но между первым и третьим есть второе состояние. Это когда человек простил, это было искреннее решение. Но, тем не менее, на уровне мыслей он порой испытывает сильнейшую борьбу. Враг атакует его разум этими мыслями. Он не желает их допускать. Ну, то же самое время и нету полной победы. Вопрос, такой человек спасен или нет? Это спасенный человек. Не спасен человек, если человек отказался простить. Здесь же человек принял искреннее решение. «Господи, я прощаю и благословляю этого человека». У него нету произвольного греха. Но, тем не менее, у него порой очень жестокая борьба. И ему нужно прийти из второго состояния в третье состояние. А когда человек получил полную свободу от обиды и непрощения? Когда конфликт ушел с нашего сердца. Вот если мы еще в сердце конфликтуем, это еще не победа. Но когда конфликт ушел с сердца и пришел Божий мир, вот она победа. И с чем обида очень тесно связана? У обиды есть очень сильный корень, за который враг очень сильно держится. Вот если разобраться с этим корнем, многие проблемы в нашей жизни легко разрешатся. Этот корень называется «неисцеленные душевные раны». Что это такое? Человека унизили, человека отвергли, бросили. Обещали взять замуж, что коварно нарушили обещание. Нанесли сестре рану. Физически этой раны не видно. Но она есть, и она болит. И когда что-то болит, на чем концентрируется наше мышление? Понятно, на чем? На боли. Когда ухо болит, наши мысли об ушной боли. Голова о головной. Когда душа болит, мысли сконцентрированы на душевной боли. И человек ищет избавление от этой боли. И враг хорошо чувствует, что человек ранен. И он атакует раненого человека именно в эту рану, которую человек получил. И для того, чтобы человеку получить полную свободу от обиды и непрощения, убрать эти корни, он должен пройти через исцеление душевных ран. А как получить исцеление? Вначале нужно определить, что они есть у человека. И есть симптомы того, что человек имеет неисцеленные душевные раны. И первый симптом. Человек постоянно в своих мыслях возвращается в свое прошлое. На месяц назад, на год назад, на 10 лет назад. И прокручивает в своем разуме вот эти кадры, моменты, когда его ранили, когда его унизили, когда отвергли. Как муж бросил, ушел к другой. Или наоборот, жена. Как отец оставил семью и ушел в другую семью. И нанес рану. И когда человек прокручивает это в своем разуме, чем наполняется бы сердце? Мы понимаем, чем? Горечью, обидой и подходят мысли мести. И поэтому не несите свое негативное прошлое, свое настоящее и будущее. А оно будет разрушать и настоящее, и будущее. Где его нужно оставить? На Голгофе. Кто-то скажет, а как это сделать? Эти мысли навязчиво приходят в мой разум. Вот здесь мы должны пройти через духовную брань. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Есть люди, которые просто не ободрствуют над своими мыслями. Враг приносит эти мысли. Они погружаются туда часами. И оттуда выходят духовно опустошенными. Нету мира, нету радости. Все там потеряно. Но когда приходят эти мысли, когда враг пытается похитить мир с нашего сердца, мы должны стать на великую стражу своего сердца и сражаться с этими мыслями. Дальше. Второй признак. В книге «Судьи» рассказывается история, когда Самсон пошел жениться на филистимлянке. И там он загадал филистимлянам загадку. Они не могли отгадать. Тогда они надавили на его жену, она на него, и он раскрыл ей разгадку этой загадки. Она рассказывает филистимлянам, и вот они приходят к нему и рассказывают ему разгадку его загадки. За то, что она так поступила, он в гневе от нее уходит. Потом через какое-то время возвращается, а она выходит замуж за другого человека. Что он получил? Он получил отвержение. И как результат этого он начинает мстить филистимлянам. Но в Ветхом Завете месть позволялась. В Новом Завете месть не позволяется. И дальше. Книга «Судьи», 16 глава. Самсон основывал и счет на филистимскую территорию. С первого стиха читаю. «Пришел однажды Самсон Газу и увидел там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда. И ходили они кругом и подстерегали всю ночь ворота города. И таились всю ночь, говорят, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи. Полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Еврону». Вот интересно, такое странное и непонятное действие. Самсона ожидают филистимляне. Он выходит, срывает двери городских ворот и относит их на вершину горы. Вопрос, зачем им это надо было? Ну, какой в этом смысл? Ну, они назад могут снести. Ну, новое сделают. Ну, для чего им это надо было? Знаете, вот Бог дал мне возможность быть в местах, где есть горы. Я там заметил. На гору без дверей тяжело подниматься. А тут еще с дверями. Двери не такие, как вот в молитвенном доме. Двери от городских ворот, они имели приличный вес. Понятно, что здесь действовала сверхъестественная сила. Он это не своей силой делал. Но для чего им это надо? Вот это плотская реакция раненого человека на отвержение и душевную рану. Когда человек получает отвержение или душевную рану, он, подобно Самсону, берет свои сильные стороны, которые ему дал Бог, и возносит на эту гору, которая по-другому называется гора человеческого признания или гора человеческого самовозвышения. Вы меня не приняли, вы меня отвергли, и я вам еще докажу, кто я такой или кто я такая. Возникает вопрос, а почему действовала сила Божия? Сила была связана с его волосами. Он в блуде был, но сила еще действовала на каком-то этапе. Придет время, он эту силу потеряет. Но подобным образом, когда человек получает отвержение или душевную рану, он, подобно Самсону, берет свои сильные стороны и пытается взойти на эту гору человеческого признания. Мне надо им доказать, я ей или ему. Я им всем докажу, кто я такой. И это и что? Гордость. И такие люди, они способны на многое. Человек начинает стремиться к успеху в учебе, на работе, в бизнесе и даже в служении. Но мотив успеха не Бога прославить, а прославить самого себя. Пусть Бог благоставит, чтобы мы были успешными людьми, но цель успеха прославить имя Господне. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте во имя Иисуса Христа. Но когда мотив успеха прославить самого себя, это есть гордость. Человеку нужен успех, ему надо доказать, мне надо им доказать. Так это же гордость. И примеров таких много. Например, очень много ран во взаимоотношении с противоположным полом. Мы знаем, сколько разводов. И, например, муж бросает жену, с ней остаются дети. Какое она принимает решение? Я их выучу. Я их подниму. Они станут большими людьми. И когда они станут большими людьми, что я тогда сделаю? Я ему еще докажу. Он у меня еще узнает, что я сама могла их поднять. Это и что? Гордость. Эта мать будет выглядеть героиней в глазах других людей. Но в Божьих глазах мотив сердца – это гордость. А то, что возвышено в людях – мерзость в Божьих глазах. Нормальное желание поднимать детей. Нормальное желание учить, помогать им. Но это должно быть для славы Божьей, чтобы прославилось имя Господня, а не для того, чтобы кому-то что-то доказать. А если человек не может получить успех, что он тогда начинает делать? Тогда он начинает имитировать успех. Он может покупать дорогие вещи, которые ему близко не нужны, на которые даже денег нету, залазят долги. Но мотив этих покупок какой? Поднять себя в глазах других людей. Я помню, на одной молитвенной группе одна сестра попросила помолиться за такую нужду. Помолитесь, пожалуйста, там за моего сына, сын неверующий, он начал какое-то дело, там друзья над ним смеются. Вот, помолитесь, чтобы Бог благоставил, дал ему успех, он им хочет там доказать. Сестра, ты хоть думаешь, за что ты просишь? Чтобы Бог благоставил гордость твоего сына? Молись, чтобы он покаялся и не им доказывал, а прославлял имя Господне. Вот за что молись. И таким образом, раненый человек, его желание, он чувствует унижение, и он пытается от этого избавиться. И дьявол направляет его на гору самовозвышения, на гору гордости. Докажи, добейся. А не сможешь доказать, тогда, то есть добиться успеха, тогда хотя бы имитируй успех. Ну, например, снова возьмем отношения с противоположным полом. Например, муж бросает жену или наоборот, жених невесту или наоборот. Что начинает делать пострадавшая сторона? Она может начать отношения с другим человеком, которому близко нету никаких чувств. А какой мотив этих отношений? Доказать тому первому или той первой. Более того, с такими мотивами человек может вступить в брак. Я знаю, не один брак, основанный на таких мотивах. Когда люди вступали в брак не по любви, а с мотивами, я тебе еще докажу. И пример Исаия 4 глава. И ухватится семь женщин за одного мужчину и скажут, свой хлеб будем есть и в свою одежду будем одеваться. Только дай называться твоим именем, сними с нас позор. Вот мотив вступления в брак. Это не должно быть такого мотива. Здесь не говорится ни о какой любви. Речь, сними с меня позор. Браки должны заключаться под водительством Духа Святого и на основании любви. Но когда нету любви, когда желание я тебе еще докажу, это есть гордость. Я помню, одна сестра мне рассказывала, когда она была неверующая, то у нее произошел с мужем развод. И после развода она выходит замуж за другого человека, к которому близко не было никаких чувств. Но мотив этого брака какой? Доказатому первому. Знаете, через сколько? Через три дня после развода. Вот такое желание. Я тебе еще докажу. А потом 29 лет мучилась так называемым своим вторым мужем. Человек готов положить на жертвенник духу гордости вот такую жертву. Свою личную жизнь, чтобы доказать, чтобы получить славу. Но получает не славу, а наоборот, без слави и посрамления. Но есть люди, которые ранены, которые чувствуют отвержение, потому что с ними несправедливо поступили. А есть люди, которых никто не ранил, никто не отвергал, но они расценили, что их отвергли. Ну, например, брат делает предложение сестре выйти замуж. Ну, сестра чувствует, ну, не ее. И она дает отказ. Имеет она право? Конечно. И если после этого сестра превозносится над братом, вот это уже грех. К сожалению, есть сестры такие, которые, ну, собирают эти предложения, потом делятся, хвалятся этим. Ты знаешь, сколько мне в этом году уже сделали предложение? Целых четыре раза уже отказала. И так это тешит гордость. Но после этого человек от этого пожнет, если он это допускает. Но, предположим, сестричка другая, кроткая, смиренная, ей это не надо. Ну, чувствует, но не ее. Она дает отказ. Но брат растенил. Это мне да отказать? Но ты меня еще узнаешь. Я стану большим человеком. Я стану большим бизнесменом. Поеду на заработки, куда там, Европа или там, за океан. Заработаю большие деньги. Куплю дорогую машину, построю дом, так на этажа на два, на три. И когда я это сделаю, что я тогда сделаю? Я тебе еще докажу. Ты у меня еще узнаешь. Может Бог такие планы благоставить? Конечно, нет. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. При этом человек может никуда не собираться ехать. Он просто лежит на диване дома и мечтает об этом. И этого уже достаточно. Итак, если вы чувствуете в вашем разуме есть образ какого-то человека, которому вы постоянно что-то доказываете, вы встаете рано утром, я тебе еще докажу. Ложитесь ночью спать и доказывайте, ты у меня еще узнаешь, кто я такой или кто я такая. Может быть, он за тысячи километров от этого места. Но если кто-то держит образ какого-то человека и вы постоянно ему что-то доказываете, это говорит о том, что человек связан крепкой цепью небожьих душевных связей с этим человеком. Слава такого человека, она строится не на откровении его положения во Христе, а на мнении этого человека. смиренный человек, он ищет славу Божию, для него малозначимо, как судят о нем другие люди. Гордый человек, для него очень значимо, как судят о нем другие люди. И поэтому он ищет славу человеческую. И когда человек получил отвержение, его задача доказать, я тебе еще докажу. И в прошлый раз, когда я у вас был, я говорил про такую тему, касался такого вопроса про хвостовство в интернете. Может кто помнит, когда люди, так называемые хвостограммы, выкладывают различные фотографии, видео, куда-то съездили на курорт, отметили юбилей, подарили что-то, дорогие подарки, все надо сфотографировать, и все надо выставить. Для чего это делается? Хвостовство и самохвальство. И вот очень многие люди заражены этим вирусом. То есть куда-то только слетали, все надо выставить. Купили дорогую вещь, все надо выставить. То есть это результат гордости. Теперь представьте, а что будет у такого человека в этом хвостограмме, который пережил отвержение? Вы понимаете, там целый концерт начинается. Надо же доказать. Я знаю пример. Одна сестра, она пережила отвержение. Когда-то вышла замуж за неверующего человека, потом он ее бросает. Она уезжает за границу и начинает выставлять в этот хвостограмм. Фотографии. А чтобы еще там искусственная улыбка и так далее. И чтобы еще лучше понял, надо подписать жизнь в раю. Вот для чего это надо? Потому что ее самооценка или слава зависимо от мнения этого человека. Она не может пробиться выше. И поэтому надо ему доказать. Ты меня еще узнаешь. Видишь, я и без тебя счастлива. Видишь, какие на фотографии улыбки. Но это же пустота. Это же просто фантик. Но человек от этого зависим. Теперь, как получить исцеление душевных ран? Для того, чтобы человек получил исцеление душевных ран, он должен зайти на другую гору, которая называется Голгофа. А чтобы туда войти, человеку необходимо смирение. И на Голгофе происходит божественный обмен. На крест идет наше все самое плохое, а с креста к нам приходит все самое хорошее через Иисуса Христа. На крест идут наши грехи, с креста к нам приходит праведность во Христе. На крест идет наша смерть, с креста к нам приходит жизнь во Христе Иисусе. На крест идут наши немощи и болезни, с креста к нам приходит исцеление. На крест идут наши проклятия, а с креста к нам приходит благословение. И одно из проклятий, которое наш Господь Иисус Христос понес на крест Голгофы, это и есть проклятие отверженности. Когда Иисус Христос был распят на кресте, то Его оставили Его ученики, Его отверг Его народ, Его оставили Его ученики. И самое болезненное, что наш Господь Иисус Христос пережил на кресте, это или-или, ламаса вахвани, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Впервые Бог Отец оставляет Своего Сына. Потому что Иисус Христос берет на Себя и наши грехи, и наши проклятия. Иисус Христос пережил на кресте полное отвержение для того, чтобы мы с вами получили принятие. Иисус Христос понес наши душевные раны на крест Голгофы, чтобы мы получили исцеление. Иисус Христос понес наш стыд, связанный с отвержением, чтобы мы вошли в Его славу. И когда Иисус Христос был распят на кресте, то завеса в храме, она была разодрана сверху вниз. И это показывает, что путь Божия присутствия, Он открыт через жертву Иисуса Христа и Его пролитую кровь. Раньше только раз в год туда мог ходить первосвященник. Но ныне мы можем ходить в присутствие Божьей славы через жертву Иисуса Христа и Его пролитую кровь. И когда человек ходит в присутствие Божьей славы, он начинает чувствовать принятие. Он начинает чувствовать Божью любовь. Он начинает чувствовать свою ценность и значимость во Христе Иисусе. Его чувство достоинства начинает строиться не на мнении людей, а на откровении и его положении во Христе Иисусе. Господь дает понимание. Ты мое дитя, ты мое творение, за тебя пролита кровь Иисуса Христа, вот твое достоинство. И тебе никому ничего не надо доказывать. Вот она свобода. Обман дьявола. Ты ранен, ты пережил унижение, отвержение. Докажи, добейся. Купи подороже машину. Построй побольше дом. И, знаете, пусть Бог благоставит, чтобы была надежная машина. Здесь не идет речь, что если у человека там хорошая машина, это зло. Нет. Речь в другом. Это не источник нашего достоинства. Это просто средство передвижения. Проблема, когда это источник достоинства человека. Господь говорит, тебе не надо это. Тебе не надо никому ничего доказывать. Войди в мое присутствие. Войди в присутствие моей славы. Вот источник исцеления твоих душевных ран. Божий мир наполнит твое сердце. Ты получишь исцеление и свободу. И тебе никому ничего не надо доказывать. Вот она победа и свобода. Враг обманывает. Докажи, добейся. Помолитесь за моего сына. Он там начал дело. Ему надо доказать своим друзьям. Нет. Это обман. Это обольщение. Войди в Божие присутствие. Ищи этих близких отношений. Разруби эту цепь небожьих душевных связей. Никому ничего не доказывай. Ищи нечеловеческую славу. Освободись от этой горы самовозвышения. Подойди к другой горе, к Голгофе. Там исцеление. Там победа. Там свобода. И когда человек получил исцеление, все. Пришел Божий мир. Бог забирает вот эту вот униженную самооценку или библейское слово слава и дает новое достоинство. Достоинство во Христе. Человек чувствует свою ценность и значимость во Христе. Божий мир наполняет его сердце. Он получил победу и свободу. Вот она победа. Вот она свобода. И когда человек свободен, вот тогда Бог может взять этого человека и поднять на Божьи высоты. И когда придет этот подъем, он ничего уже не будет выставлять в эстаграм. Он свободен от этого. Он не будет заниматься хвостовством. Он будет прославлять имя Господне. Мы видим, исцеление было и в Ветхом Завете. И пример это Иосиф. Иосиф пережил страшное отвержение. Библия говорит, железо вошла душа его, пока Слово Господне исполнилось. Слово Господне испытало его. Но проходит время. Бог работает над его сердцем. И он поднимает его. Поднимает Иосифа и становится вторым человеком в Египте. И у него рождаются два сына. И первого он называет Монассия, а второго Ефрем. И вот здесь показан порядок рождения. Первым должен родиться Монассия, потом должен родиться Ефрем. Плотской разум пытается поменять местами, чтобы вначале родился Ефрем, а потом Монассия. Я объясню, что я имею в виду. Монассия и Ефрем – это не просто имена детей Иосифа. Это состояние духа Иосифа. И вот то, что родилось внутри его духа, этим он называет своего первенца и своего второго сына. Что такое Монассия? Бытие 41, 51. И нарек Иосиф имя первенцу Монассия, потому что говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А что он забыл? Что он не помнил, кто отец, кто братья? Хорошо помнил. Что он забыл? Он забыл боль. Он не забыл события, когда его туда бросали. Но когда он в своих мыслях возвращался в свое прошлое, ему уже было не больно. В его духе родился Монассия, или по-другому – исцеление. И в память о милости Божьей он называет этим именем своего первенца. Когда он называл своего первенца Монассия, Монассия – это напоминало о милости Божьей. Была глубокая рана, но Бог дал исцеление. А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Вот он, Божий порядок. В начале исцеления, а потом успех. Плотской разум пытается поменять местами. Добейся успеха. И когда ты добьешься успеха, ты им всем потом докажешь, кто ты такой. Докажи им, кто ты такой. Нет, не так, Господь говорит. И если ты будешь с этими мотивами стремиться к успеху, Бог будет ставить преграду, чтобы не появилась надменность. Не такой порядок в начале исцеления. И оно должно прийти не от успеха, не от должности, которую мы занимаем, не от машины, на которой ездим, а оно должно прийти от близости с Богом. И когда человек исцелен, все. Когда человек не ищет человеческую славу, а ищет Божью славу, Бог поднимает такого человека на свои высоты, и там прославляется имя Господне, а не имя человеческое. И последняя история прочитаю. Евангелие от Иоанна. Четвертая глава. Рассказывается история про женщину-самарянку. И она приходит, написано, колодцу почерпнуть воды. Четвертая глава, шестого стиха. Там был колодец Яковлю. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодец. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. И знаете, вот женщина приходит около шестого часа. Но знаете, иудейское время, или самарянское, от нашего отличается. Это приблизительно был полдень. И почему она избирает такое время? Почему она приходит полдень? Потому что другие люди в это время не ходили за водой. Она не хочет с ними встречаться. Почему? Ей стыдно. Ты знаешь, кто-то пошла? Она пять имела, уже новое имеет. Она стыдилась этих разговоров. Ей было стыдно пред людьми. Она боялась людей. Она чувствовала отвержение и стыд. И вот она приходит к колодцу. И здесь иудей, начиная с ней разговаривать. Для нее это удивление. Как ты, будучи иудей, говоришь со мной самарянкой? Да вы ж не сообщаете с нами, вы ж презираете нас. А если бы ты еще знал, кто я, ты близко со мной бы не сообщался. А самаряне меня презирают. Вы самарян, а самаряне меня презирают. Но слава Богу, Иисус Христос знал, кто она. И тогда Иисус Христос говорит ей о какой-то живой воде. И дальше Христос говорит ей такие слова. Приведи мужа. У меня нет мужа. Правда, ты сказала? У тебя пять было. И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Господи, вижу, что ты пророк. Оказывается, ты все знаешь обо мне. И после этого разговора, что делает эта женщина? Она идет в свой город. И уже никого не стыдится и не стесняется. И всем свидетельствует об Иисусе Христе. Почему? Потому что Христос освободил ее от стыда и отверженности. Знаете, есть, когда дьявол подавляет стыд. Человек делает грех и говорят ни стыда, ни совести. А есть, когда Бог освобождает. Но прежде чем освободить от стыда, надо освободить человека от греха. И что она почувствовала? Она почувствовала принятие. Она получила восстановление достоинства. Люди отвергали. Люди пренебрегали. Но что мне мнение людей? Сам Мессия, которого ожидали наши отцы, пришел ко мне. Оказывается, я ценный в его глазах. Я дорого в его глазах. Он любит меня. Люди отвергают. Люди пренебрегают. А он любит. Он сам пришел ко мне. Вот мое достоинство. Вот источник моей славы. Что мне дальше мнение людей? Она уже не связана мнениями других людей. Она свободна от этого. Она свободна от стыда. И она идет в свой город и свидетельствует о Мессии. И уже никого не стыдится. Почему? Потому что изменился источник ее славы. Уже не люди, а Господь. В ее словах была сила и власть. Почему самаряне пришли? Потому что в ее словах была сила и власть. А откуда пришла эта сила и власть? От близких, от отношений с Иисусом Христом. И вот эта живая вода. Вот то, что ты не могла получить в мужчинах. Здесь поймите правильно. Я не имею в виду интимные отношения. В этой области до брака должно быть воздержание. Другое. Принятие. Любовь. Приходи ко мне. И ты будешь переживать эту близость с Господом. Ты будешь чувствовать Его любовь. Ты будешь наполняться Духом Святым. Вот он источник исцеления. Вот он источник свободы. И тогда тебе никому ничего не надо доказывать. И мы сейчас идем к молитве. Если вы чувствуете, на этом месте есть люди, которые не свободны. В вашем сердце есть обида и непрощение. Вы нуждаетесь в освобождении. Я призываю, чтобы вы вышли вперед. Это первое. Второе. Может быть, на этом месте есть люди, которые приняли решение простить. Вы молились этой молитвой. Я прощаю и благоставляю. Но вы чувствуете, у вас есть душевные раны. Вам больно. Вам тяжело. Враг пытается вас направить на эту гору самовозвышения. Добейся, докажи. Вы поняли на основании слова, что это грех гордости. Вам нужно исцеление. Зайдите на эту Голгофу. Я тоже приглашаю, чтобы вы вышли вперед, чтобы за вас помолилась церковь. Чтобы за вас помолились служители. Есть сила в молитве служителей и молитве церкви. И третье. Может быть, кто-то желает покаяться, принять Иисуса Христа в свое сердце. Тоже приглашаю, чтобы вы вышли вперед. Будем молиться. А кто нуждается в такой молитве? Вы, пожалуйста, выходите. Пусть Бог благословит. Молимся. Дорогой Господь, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя, асана Тебе, да славится, да превозносится Твое сердце.